Спасибо. Хорошо, значит, так, ну мы продолжаем просто, значит, что, ну, в прошлый раз мы остановились на том, что в группу линии и в них есть алгебры. Вот, и, ну, собственно, если я еще прижмусь к тому, что изучалась в прошлом семестре, ну, вообще в основном изучался вот этот. Он вообще, ну, собственно, основная идея тут состоит в том, что в группу линии вообще говорят объект сложный, он какой-то такой синтетический, то есть это не ясно, что это чисто алгебрический. Это он еще и аналитический тоже, поскольку это мы забрали. Вот. В принципе, это преимущественно более сложный объект. И это объект чисто линейного брейка. Вот. И поэтому хочется как можно больше вопросов про группы и сводить к вопросам про автобусы. Значит, ну, отдельно право для брули, собственно, что про него можно сказать? Ну, это объектное пространство с операцией коммутатора. И что можно про эту операцию сказать? Ну, да. Значит, это, во-первых, объединенная операция. И тоже стереотерапия. Ну, космосиметрично. Значит, давайте по увеличению сложности. в принципе. Ну, да. Можно считать все-таки, на самом деле, все равно, что х равно 0. О, и тоже стереотерапия. Оно состоит в том, что если написать X, X, Z, Теперь, смотрите, три таких слагаемых статистически переставленных на члены, то у нас получится. Хорошо. Еще раз. Откуда такая структура берется на касательном пространстве группы? Да. То есть, вообще говоря, это просто векторное пространство. Вообще на касательном пространстве в таком многообразии в соевольном какой-то точке. Это не какой-то такой структуры нет. Это из коммутантов группы, по-моему. Да, вот так. Ну, в принципе, если стиль того, что обсуждал в прошлый раз говорить, то можно сказать так, что вообще, если у меня есть касательный вектор единиц, то, ну, если это вообще все группа, то из этого вектора можно сделать векторное. А именно сказать, что, ну, вот у меня висит в точке е вектор единиц, а я в полисбольной другой точке повешу просто вектор. Катательный вектор, который получается из икса, с действием ел в икса. То есть у меня есть, ну, всяком варианте уже есть, я могу сопоставить деферматизм. Это деферматизм, соответственно, группа себя. И он, в частности, точку е у нас продает деферматизм. Вот. Его дифференциал в единице. Он, соответственно, действует из катательного пространства в точке е. Вот. Поэтому он двигает катательный вектор в единицу в катательный вектор в точке е. То есть он, в основном, только размножит катательный вектор в единицу так, чтобы он вообще висел в каждой точке. То есть получается векторное поле. Значит, это то, что называется левоиндуриантное векторное поле в соответствующей вектору е. Давайте ерукси. По определению, значит, по определению всей протяжели это перенциал, дефераморфизма я его сдвигаю, применить к иксу. Вот. Значит, все такие векторные поля, которые я так получил, они обладают свойством инвариантности относительно левого действия группы на силу. Потому что, вообще говоря, если у меня есть произвольная векторная поля на трубке, так вот. Вообще говоря, я его могу подбегнуть в левом узле. То есть все точки одновременно сдвинуть в наших векторах в точках h, а я все подвину и сделаю такие точки. Вообще говоря, при таком деятельности векторное поле меняется, оно становится каким-то другим. Вот. Но такие не меняются. Вопреки. Я их так построю. Вот. Поэтому, значит, то, что у меня получилось, действительно новый, вот этот термин, он обработан. Левый вариант. С другой стороны, на самом деле, все левые инвариантные векторные поля, они так получаются. В положении все левые инвариантные векторные поля, а G, имеют вид кси. Ну, действительно, у всякого левого инвариантного векторного поля есть значение в единице. Вот. Если его разнести, то с повышенства будут именно кси. В смысле левое инвариантное векторное поле однозначно определяется своим значением в единице. Вот. Ну и первое важное замечание, что коммутатор левые инвариантные векторные поля, снова левые инвариантные векторные поля. Да, то есть геометрически это можно представлять себе так, но, в принципе, можно и алгебрическое представить. Ну, давайте я это напишу сначала, значит, коммутатор. Вот. Ну, и поэтому ТХ, ТЮ это какой-то ТЗ. Вот. И этот зер я и хочу называть коммутатором. Значит, это один из способов определять, собственно, операцию. Коммутаторы надо изобретить. Вот, значит, теперь о том, что такое коммутатор. Ну, вообще говоря, векторное... Значит, векторное поле — это всё равно, что дифференцирование функций. То есть это то же самое, что операция... Ну, давайте так не допозначим, как и на поле В. Это всё равно, что операция дифференцирования вдоль В. Да. Ну, значит, операции... Ну, как вы понимаете, что здесь у меня есть векторное поле такое? Можно сказать так, что у векторного поля есть три истории. Через каждую точку проходит... Ну, если оно там не на любое... Если оно не обращается вновь на прерыв... ...какой точке. Через каждую точку проходит единственный третий точек. Вот. Вот. Ну, и я могу определить... Значит, здесь у меня есть какая-то функция... ...это такие точки, да? Вообще, это на любом многообразии может происходить. Пусть точка... Пусть я могу сказать точку многообразия. Я хочу определить, что такое производная функция вдоль векторного поля в данной точке. Да, я должен сказать... ...взять эту точку, взять проходящую через нее траекторию... ...взять производную. Ну, то есть я могу вдоль векторного поля проехать, а производная вдоль векторного поля... ...а, а, на месте намерят какой-то... ...прыс. ...это типа. Ну, пиаатэ... ...это такой. Так. Пиаатэ... ...ннажно... ...дет. Вот, ну, в принципе, можно было общать сразу же из первых поля для регистрационирования лжи-брат функций на галбрейс. То есть как операторы на функциях, которые удовлетворяют в правилах. Это, в принципе, тоже нужно посевать. Вот, значит, теперь... Ну, если так, то коммутатор векторных полей это просто векторное поле, которое соответствует коммутатору вот таких двух операций. То есть я могу взять векторное поле В, векторное поле У, это, в принципе, поставить оператором ДУ и ДВ, их прокоммутировать, то есть отдел у композиции ДВ минус наоборот. Вот, значит, утверждение, собственно, простая проверка, на которой тут все держится, что вот этот оператор... Собственно, их функция на многообразии и функция на многообразии и он удовлетворяет тоже из тулейниц. Нет. Вот так... Назобрание... Так, назобрание... Назобрание... Удовлетворяет... То есть... Ну, что значит... Ну, только тулейниц, это что значит? Значит, что... Ну, вот... Всякая производная векторного поля надо обладать таким смыслом. 1, 2, 1, 1, умножить наверху, наоборот. Вот. И вообще все операции... Ну и обратно все операции, обладающие таким свойством, они являются дифференцированными восточном векторном славе. Вот. Теперь, если две операции будут с этим свойством, то их хомутатор тоже. Вопрос как-то справедливо. Смотрите, это просто... Ну, просто выполнится, да? То есть, я не знаю, надо проверять или дать ли видно, что все перекрестные... Все перекрестные члены сократятся. В общем, все лишнего не останется. То есть, это операция, которая тоже удовлетворяет тёждество ледницы, и поэтому это тоже производная вдоль какого-то векторного поля. И вот это векторное поле мне нужно пользоваться мутатором. Ну да, геометричный, собственно... Ну, вы правильно говорите, значит, в терминных траекториях я могу вдоль одного векторного поля пройти какой-то... Пройти как... ну... Пойти с S... Вдоль другого векторного поля потом пойти на S... А могу... Делать их в другом порядке. Сначала вдоль одного на S, потом вдоль другого на S. Вот. И в принципе... Мне никто не обещал, что я попадал в одну и ту же точку. Коммутатор меряет, насколько я не попал. То есть это такой предел при TES, стремящемся к нулю. Вот это нелядки делит на TES. То есть вот эта штука имеет порядок малых TES. Ну... Вот. И можно, собственно, померить гидрофис. Вот, значит, это, что касается коммутатора, вот это такое остротное определение. То есть, в принципе, для всех групп, с которыми вы встречались, коммутатор можно определить и прочее. Например, там, давайте убедимся, или, может, кто-нибудь в этом уже убедился, что если моя группа Li JLM, полная линейная группа, то операция коммутатора на аудио в реле — это ничего нового. Ну что, это с коммутатором? Да, это просто с коммутатором. Ну, давайте вот этот пример. Ну, давайте вот этот пример. Вот этот пример. Это просто невырубленная матрица N на N. Вот. И тогда касательно... Значит, невырубленная матрица N на N — это открытое множество в пространстве матрицы. Вот. Поэтому касательно пространства в единице — это просто матрица N на N. Просто все это пространство E. Вот. Значит... Ну да, я вот предлагаю убедиться, что коммутатор в этом случае — это действительно... просто операция коммутатора матрица. Для этого что? Что, собственно, надо сделать? Ну, вот давайте... Значит... Пусть у меня X — это какая-то матрица... Вот давайте напишем поле CX. Ну, написать я, наверное, на поле C я имею в виду. Я имею в виду написать его в координациях. То есть на вот этой группе есть глобальная система координат. Вот. То есть вот эти X1, X1, X2 и так далее — это все в координации на группе. Ну... Чему это? Ну... Ну... Такая-то функция F1,1, а то, что F1,1 и так далее — X1,1 умножить на F1,1. Плюс и так далее. Ну, в общем... Ну, в общем... Вот она так записывает. Линейная комбинация как... D по DxO с пиксентами в пункте. И так далее. И так далее. Сейчас. Ну, давайте... Сейчас тут путаница будет из-за того, что координаты X и... И вектор тоже есть. Давайте его и немножко поднимем. Нет. Интерметр. А у нас было раньше обновление, что... ...эффект. И предел при этом, сон, срежу скажу. Eффект. Еффект. 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 Срежет на ночь. Ну, это дифференциал F. Да, в смысле, дифференцировать отображение. Да, а как? Ф1 напишет. Ну что такое Ф1? Нет, ну вообще, что такое экстренное фото? Ну тут я просто сразу, сразу его написал в таком виде операции дифференцирования на функции. То есть я так и специал телевизорного поля в базе есть координаты. Кстати, наше. Ну, ну то есть, это я написал телевизорное поля, то есть, с 1 на 1, с 1 на 1. Вот, ну и давайте по определению сделаем, что собственно надо сделать для того, чтобы определить этот левый инвариантный пол. Надо применить здесь аморфизм умножения на x. Да, если я хочу его посчитать в точке. x1 и тогда xn. Ну, в основном индекс это y, что ли? Игрек, да. Игрек. Игрек, да. Да, давайте y это касательный вектор, а x это будет точка в грудь. А, окей. Игрек, да. Игрек, да. Просто гнурал, потому что иначе у нас сюда x и это плохо. Вот. Ну, давай посмотрим. Значит, у меня была матрика x, элемент движения. Игрек, да. То есть на какой-то карте там какой-нибудь точке у нас координаты x1, 1 и так далее. Да. Ну, даже тут не в какой-то карте, а карта тут одна. Потому что, потому что это такая хорошая группа в этом смысле. она, то есть подмножистом матрика. У нее глобальные координаты. То есть матрица не элемент. Вот. Ну, ну, значит, какой порядок действий? Вот у меня, ну, для произвольной... Ну, если я хочу написать, по-моему, векторное поле, в какой-то произвольной точке. Я должен взять здесь аморфизм левого действия, который единицу загоняет в эту точку. Что этот дипломатизм делает? Ну, он ударяет слева на x. То есть на левую матрицу А переводит в сутки. То есть иначе говоря, ну, можно, если написать как не надо, в принципе. Что матрица с координатами 1.1 там, а... Вот. Ага. Вот по матрицу он переводит... Ну, вот, можно написать как перемножить две матрицы. Вот. 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 Теперь... Теперь то, что нас интересует, это... что делает дифференциал этого детям аморфизма единиц. Вот. 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 Значит, именить матриц и единиц какой-то. Вот. 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 Ну, по приговорению, значит, это что? Это предел... при ебсерном переместнице к нулю... э... 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 аморфизма. Правильно? Угу. Минус 1... 1... 7... на... э... все. Э... все. Понятно? Вот. Вот. А это я с ним делаю... х. Вот. Угу. 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 Короче, это означает, что... Ну, вот у меня касательный вектор в единице. Ухия. Касательный вектор в х. Ой. Касательный вектор в х. А в точке х он будет касательный вектор в х. Вот. Ну, у этой маглеты есть, соответственно, какие-то матричные кипсы. скажем, вот здесь у нее будет стоять что-то. У нас сумма. Х. 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 Ну, и понятно, что в таком месте будет стоять. с рельдом. Это прикольно. Бран. А это дано вот такое левая энгражная электронапольно, но в этих терминах это что значит? Это значит, что, ну да, просто вот это и значит, что вот этот крестьян, это вот B, вот это и есть F1A1. Ну, то есть, на самом деле, эти все функции, они такие линейные, функция PxO. Эй, ну да. А теперь оттавливаем два таких эффектов на поле, чтобы поменять. Ну да. Ну и все. Ну, заметьте, кстати, что тут прям непосредственным вычислением. Видно, что получится векторное поле такого же вида. То есть, у него тоже будут, например, линейные коэффициенты. Потому что мы помутируем коэффициентное поле, у которого коэффициенты являются линейными функциями от иксов. То есть, когда мы их прокоммутируем, там, соответственно, DpDxY превзаимодействует один раз с иксами. Так, танцы снова один раз с иксами, один раз с иксами. Та, т.к. 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 Ну, можно просто для примера, например, ну, если Y это какая-нибудь элементарная такая матрица, типа, типа матричная единичка, Е и Ж. Тогда тут большинство этих коэффициентов просто нули. Вот, мы хотим прокоммутировать этот Y. А это что? Ну, а нет, всё равно идет К, В, В что. Ну понятно, что вычисления таких коммутаторов достаточно, просто потому что матресные единички образуют базис в пространстве матрицы, а операция коммутатора билинейна, поэтому если мы знаем коммутаторы базисных векторов, то мы знаем и все коммутаторы. А я сейчас не очень понимаю, а когда мы... Мне стало все понятно, когда я договорюсь, что это просто икс или... Ну, может и стало, только в смысле, вы имеете в виду, что можно и без координат, без всяких все объяснено. Да нет, я говорю, что если есть... Не, по крайней мере, действительно, вот я в ингриантное векторное поле, его можно написать без всяких координат. Вот оно написано. Что его значение в точке x есть x. Если его значение в единице y... Ну да, я сегодня просим этому комментацию, и понятно, что мы получим то, что хотим. Ну, типа, ну, там, допустим, сначала y, потом c, это будет x, y, c. Вот так. Сначала y, потом y, это будет x. Нет, можно действительно так сказать. Можно... Можно... Нет, можно всякими способами делать, можно действительно обойти без координат. Ну, а тогда что надо сказать? Да. Ну, тут... Позже, скажем, вот эти, посмотрите. Да. Ну, то есть для этого надо сказать, что... что вообще, если у меня есть точка y касательный вектор y, то соответствующее векторное поле... Ну, вот я его написал, у него, собственно, такие траектории. То есть траектория, проходящая через точку y. Ну, и x. Ну, и x. А в общем, будет жить только д по дейтс аиты. Ну, я бы сказал, что это просто экспоненты, экспоненты в каждой точке касательный дектора какой-то проекторности. Ну, и тогда, что вы, собственно, хотите посчитать? Вы хотите посчитать, значит, если есть касательный вектор y и касательный вектор z, то вы хотите посчитать вектор, что значит, df4, df, 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 df. Равном нулю, это x, экспоненты, df, 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 d То есть вот если применять вот это определение, то надо такое считать. Можно, можно. Нет, я и говорю, что можно было просто посчитать коммутатор двух таких векторных полей, вот двух таких операторов. Ну а можно, собственно, и без кардинально сделать. Вот, ну видите, что тут будет. Ну, собственно, мне надо взять здесь и здесь слагаемое коэффициентом t, s, s, y, z, минус z. Вот, ну а можно сделать это просто. Просто взять вот для конкретных матричных единиц, написать вот эти векторные поля, вот они уже практически написаны. У нас на поле 100 вверх, у одной 100 вверх, у одной 100 вверх. А вопрос, а вот кси, y это будет просто d, 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 x, y? Да, не 100 вверх. Ну да, действительно делаем это украшение. Значит, в этом случае, в этом случае, как-то на поле кси, y это что будет? Иссс. Это будет исс тракта, у которой кси соответствуют x, и соответствующие x, да? Ну, можно показать, что у нас шустен F какой-нибудь. Ну, в общем, у нас только вот эту штуку не наливает, то есть Y и G не наливает, поэтому тут выжил только те, у которых вот эта часть будет G. Ну, там просто единственный коммутатор таких среди. Нет, ну зачем Медвесин, давай тебе показать, что тут удобно. То есть у нас будет очень такая матрица, типа X, там, не знаю, A, что-нибудь еще. Ну, вот так вот. Вот, ну, то есть это у нас F, A, G, а все остальные будут нулевой, а A привлекли значение от одного до N. То есть у нас, что? У нас получается G-то строка. Да, то есть Y, а Y, соответственно, Y лежит и равен единию. То есть у нас будет просто тракат, состоящий из X1 и так далее, там, X, N, Y. Да, то есть, соответствующий реактор на поле, если его вот в таком виде записать, на чему раз. Вот, это сумма, сумма, ну, реакторная игру. То есть у нас будет X1, X, A, E, D, O, D, X, A, E. Ага. По A. Ага. Ага. Разве? Разве так? Тут, наверное, G в каком-то языке, я думаю, что на машине не будет. Сейчас, что-то есть, трагат. А, E, G, да. Идж charging Да, да, тут будет fortunate А опять же не мое не нулевые giants будут при своей строте То есть, что это значит... я бы ставил на то, что тут тоже ак Na Так, наверное, коммутатор просто джк на е-минус джк на е-минус джк на е-минус джк на е-минус. Что? Ну коммутатор. Да. Ну и всё. А чего она считает? Нет, ну просто вот эти уже... Ну, хотим бы стать вот эти векторные поля. А, с вами? Да. Да, и прокоммутировать, собственно, векторные поля, чтобы убедиться, что они действительно получили. Ну там матрицы просто джк на е-минус джк на е-минус. Ну да, просто вот эти товарищи тут стоят в житой строке на случай, я понимаю, да? Ну да, всё. Ну да, поэтому оно будет так. Всё, это всё объясняет. А тут, получается, если вы будете стоять в э-минусе строке, на е-минусе строке, просто так и, э-минус. Так, я, в-минусе строке, ну и вот, когда мы их примажем, у нас получится три. Вот, значит, теперь мы такие операторы должны взять коммутацию таких двух операторов. Да. Ну да, ну можно об этом думать как отремножить матрицу будет срочен. Ну нет, но об этом... Ну как раз мы хотим в результате думать об этом, как отремножение матрицы. Но если действует строго по определению, то надо будет взять два таких оператора и их прокоммутируть. То есть взять композицию в одном порядке, минус композицию в другом. Это будет ровно в одном случае, когда A равно A. Только да, когда A равно A, так осуешь это будет. Ну, если смотреть просто. Ну, когда A матрица. Ну, я бы сказал, когда K равно J, то есть это вообще, говоря, попадает на какой-то A. Да, да, да. Да, ну, в общем, это бывает только когда K равно J. Ну, и для каждого A вот такой куча равна A. То есть вот эти товарищи друг друга съедают, соответственно, остается вот такой. Ну, да. Вот. Ну, и минус наоборот. Могут наоборот вот эти. Ну, вот здесь в том случае, если A равно A. Вот, собственно, получается то, что я на втором. Я не знаю, о чем мы откроем, что когда очень-то экспонент. Да. Ну, в принципе, можно это показать двумя способами. Можно провекторные поля думать. Можно провекторные поля думать просто. Вот. То есть, таким образом, действительно, в этом случае операция коммутатора на касательном пространстве – это просто коммутатор макрос. А вот, я думаю, ничего особенного, смутатор макросаного Макросы 케да даroit остается. Вот так получается. Возвращение следует. Вот, и поэтому, кстати говоря, это на самом деле очень важное вычисление, потому что из него следует все то же самое не только для JLN, а вообще для любой подгруппы. Значит, если обгрейд этого примера, то есть если J это подгруппу JLN, тогда ее катательное пространство, оно, конечно же, по пространству в катательном пространстве JLN, то есть в пространстве Марта. Вот. Соответственно, ну как это значит? То есть вот есть это большой JLN и вновь вот в нем внутри там J. То есть это легоинвариантное векторное поле на J, оно является там ограничением легоинвариантного векторного поля на всем JLN. Вот. Поэтому операция коммутатора, в общем, на катательном пространстве G, она является ограничением операции коммутатора вы... То есть это операция коммутатора на C DG, это ограничение у нее же того же самого на C LN, который будет на пространстве матрицы. А, ну, а здесь это операция, что мы знаем, это просто коммутация коммутатора. Вот. А отсюда важное следствие, что, вообще говоря, касательное пространство в единице, в какой-то подгруппе, в матрице, может быть не любым, оно должно быть замкнуто относительно коммутатора, как говорится. Вот. Вот. Давайте немедленно приведем примеров каких-нибудь... ...примеры таких же... Такие группы называются линейными группами. Вот. И какие вы знаете подгруппы LJL? Ну, да. Значит, вот, например, SLN, это то, что в прошлый раз обсуждалось и у нее. Значит, касательное пространство в единице, SLN, это... ...это что такое? ...это...это...это...это матрица со следом 0. Здесь тихо макет. Нет, тихо крайне 0. Ну, это просто мне не надо... ...единице продифференцировать условия, а то вообще вот такие все равные элементы. Вот теперь, какие еще бывают, влажность, например, ортогональная, может, по-моему. Нажимаем опять, что эта группа состоящийся, по-моему, Мазлит, что А у нас на атмосферме, наверное, АВД. Вот у нее касательная алфебра такая. Вот, ну, да, антисимметричная матрица, опять же, потому что надо считать, что А это Е плюс Эпсилон Игрек, и взять, ну, соответственно, в этом условии, что Е плюс Эпсилон Игрек на Е плюс Эпсилон Игрек на Е. Пренебречь мало на этом втором порядке. Вот, пространство костюмметрических матриц, заметьте, действительно, все согласовано. Эта пространство замкнута относительно операции коммутатора. Если я возьму коммутатор костюмметрических матриц, получится снова костюмметрическая матрица. Вот, значит, какие еще примеры полотенец? Ну, какие еще примеры линейной трубки делаем? Унитарные. Ну, унитарные. Все, значит, давайте, ну, вот, вот эти примеры мы перечисляем, мы можем тут сразу находить размерность этих групп, походу. То есть размерность Эпсилена, она была какая? Н квадрат минус 1. Да, это 1 квадрат минус 1, а 3 плотно. То есть размерность остагональной группы Н минус 1. Н минус 1. Пополам. Ну, потому что это размерность пространства костюмметрических матриц. Размерность группы равна размерности ее касательно костюмметрических матриц. Вот, значит, теперь вы говорите ингентарная группа. И это что такое? Это такие матрицы, опять же, матрицы N на N комплектные. Такие, что... А, у нас основная конспонированная спряженная. Вот. Ну, тоже можно найти, катать на контактную группу. Вот, это, сейчас, термитовая, да? Опять же, если я вот сделаю как две, то у меня что получится? Такие линзик, что Y плюс Y с напряженной комплектом на N. Это костюмметр. И костюмметр, это значит, что у них на диагонали стоят чисто мнимые, да? А в ней диагонали, ну, тот, кто стоит здесь, знает про то, что стоит здесь. Здесь стоит какое-то, а не житое? Здесь стоит, а не житое, 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 а не житое. Так? Вот. Значит, давайте найдем равнякность. Итак, N квадрат, почему? Н, а там N на N-1. Н на N-1 пополам, но еще у нас надо, потому что каждый чисел комплект. То есть это N плюс N на N-1, это N квадрат. Это размерность чего, албебра? Это размерность, да, размерность касательной албебры, но она же размерность, собственно, группы от многообразия. Потому что размерность многообразия равна размерности касательного пространства. Ну, и это, в частности, способ находить равномерности крупки, наиболее простой. Потому что размерность секторного пространства найти не сложно, а размерность многообразия, если оно так абстрактно-садом, может, и не так сложно. Вот. Ну, из таких классических примеров еще они охвачены от того синтептической группы. Знаете, что это такое? Это группа, которая сохраняет синтептическую форму. Ну, да. Это группа, которая сохраняет синтептическую форму. Это синтептическая форма. Это какой синтептический метод? Да, он не хочет. Скортосиметрическая билинейная форма полного рамка. Ну, то есть, вообще космосиметрическая форма может быть нулевой. Потому что тогда группа будет не очень интересна. Она будет снова же и... Вот. Ну, а если мы хотим, чтобы группа сохраняла космосиметрическую форму полного ранга... А, кстати, в пространстве в какой размер такой бывает? Да, вот здесь пространство еще одномерно. Вот здесь... Вот здесь... На... R2N... Я могу определить по симметрическому... Линейную форму... ...полного ранга. Ну, например, когда группа у меня... Вот у меня будет такая масса. А я правильно понимаю, что можно... Ну, скажем... А, можно, можно сказать, можно сказать... Ну, может, если вам хочется более приятно... ...более приятно... Да... Плочный матрик... Плочный матрик... Это, пожалуйста... Е... Чтоб было... А тут минус... Да... Плочный матрик... Хорошо... Матрик... 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 Грамма... По линейной формулы... Вот. Тогда... SP... 2N от R Ищите пространство Это группа линейных преобразований вот этого R2N, которые сохраняют вот эту полинейную форму Вот. А как это в терминах матриц? Скажем То есть это такие матрицы 2n на 2n, что... Отностранированная форма, и снова я... Ну да, то есть билинейная форма под действием линейного преобразования меняется k. Если я подвержен, соответственно, подвержен вот это 2n в таком линейном преобразовании а, то форма изменится как указ. И перейдет в афи. И хочется, чтобы это снова было... Тогда мы называем матрицу а симптик. Так что... Афи. Афи. И... Ну или можно сказать... Афи. 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 Ну, можно это набędать только в таком виде. Можно там носить просто афи. Тут можно заметить, что фи минус первой равно фи фоцпанированной. Это равносильно тому, что фи фоцпанированная равно фи. Но в случае орфигональной группы тут на самом деле написано то же самое, только фи тут единичная матрица. Тут на самом деле тоже имеется фи, потому что не равно фи, но только фи равно единичная. А так вообще в принципе в любой видении формы я мог бы определить вот такую группу. Вот это может быть. Вообще такое есть. Вообще. Определить. Играем в бой. Вот. Ну то есть это существенным образом зависит от того... Ну, группа будет существовать, само образом, зависит от того, что у вас за поп. То есть она симметрическая, кососимметрическая. То есть симметрическая, какая у нее сигнатура, там и так далее. Вот. И поэтому мы берем вот этих ортогональных групп, их вообще говоря, много. То есть если... если скалярное произведение, которое в вашем матрице сохраняет, он положит снатрино, то получается вот то, что тут у нас. А вообще говоря, там скалярное произведение может быть сигнатурой, там, какой-то это КЛ, К1 и минус, и минус. Вот. Тогда будет получаться то, что называется ПСЕБА. Да. УКС. Вот, пока. Вот. Значит, скажите про эту группу теперь, то ее касательное пространство. Поехо и мы lockdownем, DualI. Вот. Час, два. КАНАЛеры ПСЕБА. А часть. А часть. КАНАЛеры ПСЕБА. А часть. И это касается очень эффективногоCk. Продолжение следует... 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 Ну, пока это все все равно, но в любом случае напоминание. У нас как бы по новой программе, типа, в этот момент преследующий, а у нас... И у вас, ну, вроде, насколько я понял, Девайвен будет еще и в следующем целом. Ну, он сказал, что у нас еще в следующем семестре будет. В чем будет? Глупо. Он так сказал? Да, он так сказал. Ну, у нас на ванночке не сказал, но у нас на ванночке. Ну, в смысле, что наш путь продолжит еще и на следующем семестре? Да. Да, да. Ну, я так его понял, да? Да. Ладно. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, я хотел спустить вот эту штуку. Вроде слушал, не знаю. Через F... Через F... Через F... Через F... Ну, вот смотри. Вот уже такое. А, вот. Потом получит она? Да. Тоже такое. Тигрик, это... Тигрик, это... Тигрик, это... Тигрик, это... Не зачем так. Тут матка, это... Д, П, Д, И, С. Вот. А тут типа F1, 1, да? А теперь F, вот эта матка, она должна быть единственной. Вы знаете, какие результаты? Это уже сказано, что слово будет вверхо. Да. В смысле, это вверхо, опять-таки, вверхо. Да. Трик, это... Я только понимаю, там должно быть что-то такое. Ажитое, Ф, Д, П, Д и теперь житое. Тигрик, это не совсем. Нет. Сейчас, если у нас именно тут и житое, то есть, на конкретном варианте, то получилось вот так, что у нас. То есть, сумма такая получилась, что у нас с х, а житое на д по х. А, а... А, нет. Другие ды. А житое. Трик, это не увеличивается, да? Трик, это так. Ну, это и ты, правой секунд. Ну, потому что... Матрица Х, это... На матрице Х, это... На матрице Х, это... На матрице А? Да, да, да. Нет, матрица Х, это не вот эта, что такое. Матрица Х, это вторая наша. Это левая действительная звука, что это? Да, да. Да. На матрице, которая образуется Е и С2, они имеют бочную, бочную типу, вот такие ВЦД. Это не специфонированные для ЦЕ. Да. Ну, то есть, вот эта синяя, это есть... Вот это не есть в ходе ИГРЕК. ИГРЕК в точке ИС, да? Да. Вот она, в точке ИС. Ага. То есть, ИС умножаешь на ИГРЕК, в котором ИТа и житые компоненты, да? Угу. Да. Ну, там ИТа и житые компоненты у ВИНС. Ага. Сейчас. Подожди, а почему тогда тут строчка, а не столбец? Потому что у тебя... А не столбец? Потому что у тебя что такое? Это скачать. Ф1, б car. Ф1 g, да. Ф1 g, да? Это у нас типа сумма x1 там... Выживает отношение, когда b равна или, ой, b равно или. Сейчас, подожди, подожди, вот эта вот матрица, ну, это, кстати, дайте же так, а не дайте, а не дайте, а не дайте, а не дайте, а не дайте. Ну, это... Слышите, как матрица звучит слово? Единец? Сейчас наведите к нему. Что-то как-то идёт вместе. Угу. Сейчас вот ты не... матрица лишь умножаешь нему, да? Да. То есть первая строчка идёт. Она даёт ноль, ноль во всех толстах, кроме вот этого. Первая строчка? Да. Она даёт ноль, ноль, а потом даёт какое число. Да, только вот на... Да, получается ремент будет с толпкой. Потом идёшь в вторую строчку, и снова в... Да. В том же толпке, вот, получается, не заливая ремент. Ну, да. Там что? Там что? Запись, там? Лучше не нужно. Лучше удоскинь. Не, я сейчас перерыву. Нет, нет. Да. Да, да. Строка. Да, да. То есть только толпец? Да, да. Строка. То есть только толпец? Ой, ну, да, да. Толпец, да. Окей. Ну, дальше перемножим их. Ну, как перемножим? То есть перемножим скучки на такую... Что-то у нас получается. Б... А... Д... 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 Вот. Б... Б... Д... 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 А дальше ты вот эта штука должна приносить на это? Ну, вот эта штука даст вам единицу, ну, вообще она не единицу, только тогда, когда у нас эти кондиции попадут. Единицу она даст, и не считаешь, что это объект? Да. Почему? Ну, это не станет так, не станет приятной. То есть... А, и... Что? Что это, эта штука? А, туда, она даст. Да. Да, да, да. Но я более не понял. Можешь мы единицу? Да, по-моему. Там это мне не нравится. Ну, ну, можно аккуратно, короче, все начать, понятно, что это надо делать. Только можно единицу в водичку стрельнуть? Да, ну, что-то будет уже, там, там. Ты делал в мораториях? Да, да, да. Да, да, да. Я обычно, наверное, штуку. Можем попробовать. Можем попробовать. Готово. Спасибо. Да, да. Здравия древеская смех. Да. Для этого. Да, ну, просто. Девочка. Да. Да. Вер表. Я думаю, что я в этомersю делать. Редактор, так же, я думаю, приятного. Редактор. Продолжение следует... 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 Ну это что, это коммомартизм этой группы в полной линейной группе? То есть представление группы G в пространстве В, это коммомартизм из группы G в железе. То есть представление только матрицы, да? Ни на каком-то другом это тело и не можем это описать? Ну представление группы это вот так. Ну то есть нет, ну можно вообще изучать действия группы на чём-то. Ну это в принципе тоже понятие, которое имеет смысл, но давайте сначала длиннее представление. То есть я могу брать не какое-то, а не какое-то вообще производство? Нет, ну можно, ну хотите можно вообще определить, ну бывают действия групп на множество, что вообще бывает. Вот, для группы G можно определить аналогичные понятия. Бывает действие группы G на множество X. Это что? Это тоже, это галмомартизм G в перестановке множества X. Ну вот это наш LG, да, например? Ну это LG. Перестановки. Ну вот что это? То есть объективное отображение, объективное отображение, объективное отображение. Значит, линейное представление группы это всё-таки более частное понятие. Во-первых, множество должно быть векторным пространством, а галмомартизм должен попадать не во все перестановки этого множества, а в такие, которые являются линейными отображениями. Вот, ну вообще, конечно, я могу рассматривать и такое. Значит, теперь, ну вообще, в принципе, можно взять группы L такое рассматривать, но если вообще накладывать только такое условие, чтобы отображение было галмомартизмом, то есть представлений получится слишком много, это хоть не обозримый такой совершенно объект, непонятно как работать. Ну потому что если на группу L смотреть как на абстрактную группу, то это какая-то очень бесконечная и бесконечно прорвённая группа, как задать её представление, ну как она бесконечно много образующих куда-то откроет, более-менее нельзя. Ну вот, это очень важно. Но вообще на группе LIST есть ещё и структура многообразия, которую там, ну понятно, все такие разумные представления, которые мы вообще можем сходить рассматривать, на ней увольят. Вот. То есть... Значит... Это мотивирует следующее определение, что представление группы LIST 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 態 2 LIST LIST ЛIST LIST Вот. Труп. И два. Ну и... Ну, в принципе, это является действительно тоже очень частным случаем действия группы Ли на многообразии. То есть аналог действия группы на множестве, тут его тоже можно определить. Вообще, значит, действия группы Ли действия группы Ли Ж на гладком многообразии Ли Это... Ого... Ну, значит, практически это вот такой гладкое отображение вот такое удовлетворяющее силам действия. Такое... отображение отображение то есть она в пару Ж и отставляет то, что она в два Ж и и так, что выполняется выполняется все, что мы хотим от действия группы на множество. Это Ж1, Ж2 и отображение Вот, значит, то, что я определяю здесь это действия группы Ли на каком-то многообразии на векторном пространстве Причем не карты, а линейные карты Причем не карты, а линейные карты Вот, такие вы знаете представления группы Привиальные Да, вот всегда есть тривиальные представления это совершенно отличная вещь Значит, это примерно верной будет Ж отправляется в единицу Товтологическое Да Это тривиальное представление Каждый элемент отправляется в единичный оператор Как мы делаем Отличное представление оно называется тривиальное Хорошо Ругадия Что вы говорите? Товтологическое Ну, это уже зависит от группы, какое у нее психологическое представление. Если G это Gn, то у нее и есть психологическое представление, Gn, 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 Gn. То же самое, что фундаментальное, да? Ну, да, к этому дойдем. Как мы увидим фундаментальных представлений нескольких. Это то, что называется первое фундаментальное представление. Вот, ну, сейчас, регулярная минуточка. Раз есть такое, есть еще и... Ну, вот, раз есть два фундаментальных представления, есть еще одно представление такого же размера, но оно другое. Уже и V. Есть еще представление в пространстве в этом смысле. Да, двойственное представление. Например, 2, Gn, 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 Gn. Ну, при топологическом представлении просто элемент A отсюда шел в элемент A отсюда, правильно? Просто каждая матрица отображалась в себе. А здесь мне вообще надо как-то как-то элементу из жельбы, или синейному оператору A и V, V, как-то поставить естественным образом какой-то оператор из бета звездочки в бета звездочку. Вот что это может сделать для оператора? Если мы хотим, чтобы у нас здесь сохранялся линейных функционалов рынка, нам надо уже минус 1 пойти. Да, значит, ну в минус 1, но только что в минус 1. Ну, уже минус 1. Не, а вообще в этом про трансмены не действуют, оно действует отсюда-сюда. Ну, у нас такое же. Ну, здесь есть соприкосновение. То есть действие которого определяется как? Ну, это не совсем то же самое, что. То есть вот действие определяется звездочкой, если я его применю к функционалу, то это будет такой функционал, который на векторх действует вот так. То есть сияет AB. Вот, если, соответственно, в этой пространстве в этом какой-то есть базис, если я один и так далее не базис V, то в пространстве в этой звездочке есть двойственной базис. Если я один птичкой, я один птичкой. То есть базис в этой звездочке. Такое, что E, ну, что такое, двойственной базис? Значит, что D с Гаусей от E житого, это D с E житого. Ну, вот, значит, теперь если операция A имел какую-то, ну, задавался какой-то матрицей в этом базисе. А, это какая-то матрица A1-A1, ну, и так далее, A-N-N. Так, A-N-N-N. Ну, если понятно, какая матрица, то эта звездочка будет задаваться какой матрицей, вот в этом базисе. Как вы думаете? Её знаете? Транспонит. Транспонит. Так, эта звездочка, это вот эта самая матрица, тот транспонит. Транспонит. Вот. Ну, и, да, и немедленно остаётся такая проблема, что если вы как-то так по-наивному будете делать, то есть матрицу A отправлять в вас со звёздочкой, то у вас ничего не будет. Потому что если я перемножу две матрицы, A и B, то их транспонированные примножятся в другом порядке. То есть A, B транспонированные, есть B транспонированные на базиске. Не на базиске. Вот. И предлагается это поправить действительно таким способом, что решена весить минус первой на все. То есть минус первой, с этой точки зрения действия стали же в транспонитном. Поэтому всё возвращается на базиске. Ну, тут первичное то, что действия кондиционалов в линейных, если вы самая станция сохраняется, то, кажется, там уже... Что же это, а? Ну, первичная мысль состоит в том, что если мы выберем A как A минус первой, то у нас есть олиминный функционал производственного пространства на исходном пространстве. Ну, да. Ну, действительно, по кругу. Ну, это вы правы, да. То есть можно сказать так, что если... Если... Ну... Ну, да. То есть если на базиске я действую как в одну сторону, то на комсомат другу. Поэтому, чтобы всё... Ну... Ну, да. Поэтому действие будет там применением минус B. Вот. То есть, короче говоря, чтобы всё было действием, надо вот так сказать. Вот. И это будет тоже представление группы зрения. То есть это двое. Значит, это... Ну, да. То есть я хочу... Вот в этом моменте я, наверное, хочу объяснить самое другое. Что это представление, что вот это представление и вот то представление, они, несмотря на то, что они довольно-таки похожи друг на друга, они разные. Ну, для этого надо сказать, в каком смысле вообще, что понимать, что одинаковое представление под разные. Ну, пусть V и нубль V — это два представления. В каком случае я хочу вот эти V и W считать одинаковыми. Да. Тогда есть линейный изоморфизм между этими пространствами, которые уважают BG. То есть P всегда можно добавить WP. Если существует изменение отображения, если у вас WP. Ну, такое, что возможно в виде коммутативной диаграммы надо сказать, что вот у меня есть V, есть WP. Я могу подействовать здесь произвольным элементом группы, и здесь могу подействовать произвольным элементом группы. Вот. Мне нужно, чтобы линейное отображение с любым элементом группы коммутировали. То есть пройти вот так все равно, чтобы пройти вот так. Действие линейное отображение такое, что вот эта диаграмма коммутативна. Ну, сейчас, изоморфизм, если это отображение изоморфизм. Если взаимная однозначность. Ну, вообще говоря, если не требовать взаимной однозначности, то то, что я туда предъявил, называю это гомомартизмом представления. Вообще, ну, вообще вот это свойство, вот этим свойством определяется гомомартизмом. Вот. Так, в общем, ну, естественно считать изоморфные представления одинаковыми. То есть они, ну, собственно, они ничем не отличаются. Векторная пространство так вот. Я могу одну векторную пространство пригнать в другую, и ничего не есть. Вот. Значит, я хочу сказать, что вот в этом смысле вот эти два представления разные. Между ними и этот мартизм. Вот. Вопрос как бы, ну, вообще у вас есть какой-то опыт с представлениями группы? Так что вы, наверное, можете сказать, почему они разные. Я очень рад. Я в некоторых физических книгах видел немного другое определение. Это вариант представлений. Там говорилось, что два представления эквивалентны. Если существует такая матрица, что с одной стороны умножь на О-1, ну, матрица О-1, а с другой стороны умножь на О, то... Ну, это то же самое. Потому что можно сказать, что вы пусть... Ну, можно сказать, какую-то одинную диаграмму нарисовать, но можно нарисовать вот так. Ну, это когда-то и есть, что я тебе говорю. Если его оденется с одной стороны киев, с другой стороны киев, с первой, то получится пиев. Да, то есть в терминах матриц это означает, что... что пи от же это и есть... пи... ну, сейчас, пи в минус первый, ро от же... Нет, не наоборот. Вот, пи, эфи, ро от же... Сделал все правильно. Все правильно. Сначала поменять пи, потом ру. А, порядок. Вот, но... Ну, то есть... Часность этого означает, что пи от же всегда сопряжено... ро от же. А, ну... То есть у этих матриц должно совпадать... все, что совпадает в... подобных массах. Следы там всякие... Таутили. Да, вообще, все коэффициенты характеристического многосям. У него самостоятельно. Вот, а тут, как видите... это бывает совершенно... это, я вижу, вообще, совершенно не всегда так. Вообще говоря, не так. То есть у матрицы А и у матрицы А-1 транспонированной. Если у матрицы А собственные значения там λ1 и так далее, λn, то у матрицы А-1 транспонированной собственные значения λ1-1 и так далее, λn-1. И характеристическим многосям совпадает совершенно не с чего. Вот, то есть, в частности, ну, да, вообще, говоря, у них разные следы, там, разные... В общем, все симметрические функции от этих... вот этих штук, они разные. Ну, да, вообще, в некоторых случаях бывает, ну, такой вот конкретный групп, они могут быть... Да-да-да, нет, но бывает так, что группа состоит из таких матриц, у которых, ну, скажем, любая λ входит вместе со своим λ-1. Потому что, как все λ входит в паре. λ и λ-1. Тогда, действительно, представление автоматически будет самостоятельно. Ну, вообще говоря, ну, вот, в частности, вот в этом случае, когда еще в токологическом представлении полноминейных группы, то это представление не заморожено самым новостным. вот, значит, какие... какие еще бывают, например. В принципе, можно, на самом деле, дальше. Основным примером считать группу ЖЛН, полную линейную группу. Смотрите, какие еще у нее мы можем брать естественные представления. На чем еще... на каких еще вестерных пространствах действует ЖЛН? Ну, то есть, вообще ЖЛН, ну, вообще группа линейных преобразований векторного пространства действует на разных сущностях, связанных с этим векторным пространством. А действует там на операторах этого векторного пространства в себя, на биринейных формах на этом пространстве. Ну, вот давайте про каждое из этих девяти скажем. Значит, ЖЛН, ну, опять же, например, от R, действует на пространстве матрицы МН. Здесь это ЖЛН, а этот, ну, получается ЖЛН под... Здесь это линейные преобразования n квадратмерного пространства. Вот. Значит, скажем так о гомомарфизме определить... В принципе, есть несколько способов определить... Есть несколько раз для гомомарфизма такого способа. Но то, что я сейчас имею в виду, это действие группы ЖЛН на операторах из н-мерного пространства в себе. А именно матрица А отправляется в такую присоединенную матрицу А, но она, по-моему, в такую матрицу Х переводит по А. То же самое, что присоединенную? Да. Это то, что называется присоединенная предстанка. Ну... Ну, собственно, очевидно, что это комомарфизм. Ну, мы возьмем произведение марфизма. Тут тоже будет произведение. Я не знаю, как это. Сумные парочки. Вот. Значит, это то, что называется присоединенное представление, и оно на самом деле имеет совершенно универсальный смысл. Такого типа представления бывает у любой группы. Обобщение. Если ЖЛН – это произвольная группа ЛН. Значит, тогда ЖЛН умеет действовать на себе напряжение. То есть я могу Ж заставить действовать на себе. Ну, после этого, как, значит, всякий элемент Ж из группы, он H обставляет в G, H, G в минусе. Это действие группы на себе. Заметьте, что при этом единицы переходят в единицы, естественно, потому что действие основное действие. Поэтому касательное пространство в единице переходит всегда в касательное пространство в единице. Так, ну давайте это действие как-нибудь обозначим. Давайте его обозначим СЖ. Вот. И у него есть перенциал в единице. Конечно. То есть вот этот СЖ – это диетроматизм. Он вот это делает. Я могу взять в него дифференциал в единице. Он касательное пространство в единице переводит в касательное пространство в единице. Вот. Это действие группы линейными преобразованиями на касательное пространство в единице. Вот. Это то, что обычно обозначается АДЖ. Вот. И это линейное отображение из алгебры ЛИ, соответственно, в алгебре ЛИ. Вот. Сейчас мы в случае, когда группа, когда наша группа ЛИ – это же ЛНР, это просто не что иное, как вот это самое действие сопряжения. Ну потому что мы на группе действовали сопряжениями, мы взяли то же самое обокрепленное сети. Все равно действие сопряжения. Вот. Останок всегда есть. Вот. Ну и... Ну да, я обещал еще один пример действия группы Ж и ЛНР на матрице. Ну, опять же, Н на Н матрицу можно понимать многими способами. Это может быть матрица линейного оператора, а может быть, скажем, матрица грамма билинейной формы. Соответственно, матрица линейного оператора при линейных преобразованиях преобразуется вот так. А матрица билинейной формы, она, соответственно, при линейных преобразовании коэкторного пространства преобразуется по другому. Можно я иногда посадить. Вот. Четвертый. Четвертый пример. Это, опять же, уже ЛН и Н. Но это другое представление будет. Это А переходит в такое. В такое. Переходит в такое. Вот. Значит, это называется действия Ж и ЛНР на билинейной форме. Вот. Опять же, эти представления разные. Ну, и становятся одинаковыми они, если только... Ну, если это только ваша группа, она какая-нибудь, там, остагональная и симпатическая, тогда это более-менее одно и то. То есть, когда есть способ заменить отранспонирование на админус. Значит, хорошо. Ну, да, значит, последняя мысль, которую я хотел сказать, это она следующая. Что вообще, ну, вот, есть интрообщая конструкция, которая, собственно, позволяет вообще как-то представление группы охватить взглядом и вообще как-то с ними работать. Потому что, ну, вот, пока у нас есть... Ну, пока небольшой, но, в принципе, опас примеров легко назвать. Ну, как... Ну, каким, собственно, общим методом с ними работать, так исходно, не очень. Значит, то, что сильно упрощает дело, это следующее соображение, что вообще, если есть представление группы охватить, то есть только клуммартизм из G, G, L, B. И вот, то у него есть дифференциал единицы. Ну, клуммартизмом всегда дифференциал единицы. Вот, ну, давайте посмотрим, что здесь стоит. Здесь стоит алгебра Ли группы G. А здесь стоит алгебра Ли группы G, L, B, то есть просто все линейные операторы из ВСП. Вот. Значит, этот дифференциал домомартизма, ну, он является линейным отображением отсюда сюда, но он обладает еще некоторыми свойствами. То есть, основное свойство, как он обладает, это гомомартизм алгебры, что он коммутатор переводит в коммутатор. … … … … … Кому-то, атернат. То есть, делаем вот так. Пегом маршируем. То есть представление алгебрии лишнего. Представление алгебрии G в том же самом пространстве уже. То есть, по крайней мере, есть такой естественный способ делать из представления группы или из представления а. Здесь дифференциал с единицей. Ну, значит, понятно, почему так происходит, или это надо объяснить? Ну, в принципе, объяснить не сложно. То есть, что, собственно, тут написано? Что у меня есть два касательных вектора, чтобы нарисовать. У меня есть G. Здесь G. Здесь G. Здесь G. Вот они куда-то отправились. Ну, вообще коммутатор я определял при помощи левоинвриантных векторных полей, которые я получал в разнесении между одного и другом. Ну, понятно, что если я возьму гомоморсизм, если произведение элементов группы переходит в произведение, то то, что получается, ну, образы всех касательных векторов из этих левоинвриантных векторных полей, они являются. Поэтому, в общем, проверять вот особенно нечем. Вот. То есть, поэтому, значит, оно вот так. И, значит, у меня экономический способ сделать из представления группы или из представления агута. Ну, элевоинвриантных матов, опять же, что это значит. Это, знаете, ну... Ну, я хочу сказать, что это от создания P, а как вот и касательно агутаторизм. Но для этого я должен сказать, что... Ну, что я тут можно написать, что это... Так, как чистовый предел, крей 얼른 об премяси на Земле x, 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 x и x... В общем... Значит, у меня все сложно. И все такое инфинтимальное действие. Вот, интересное другое. Важный факт состоит в том, что если группа связана, если группа G связана, то P однозначно восстанавливается по 1. То есть мы на самом деле никакой информации не теряем, когда переходим на дифференциал в 1. Казалось бы, вообще говоря, всего лишь производную, это в одной точке, куча информации теряется, но нет. Примерно по той же причине, по которой существует единственное решение дифференциального уравнения с данными начальными условиями. То есть сайт это можно в следующем образом, что мы в прошлый раз определили. Экспоненциальное отображение. То есть в принципе в эту картинку ее можно использовать еще больше. что вообще у меня есть, если мы маркируем, где есть в другую группу людей, если касательно маркируем, аута, то я здесь. Аута были. И тут вот здесь экспоненциальное отображение. И тут вот здесь свои экспоненциальные отображения. Ну, которые в этом случае есть просто матрицный экспонент. Вот. И эта диаграмма, она коммунитативна. Но это опять же по той же причине все происходит, что как, собственно, определяется экспоненциальное отображение, что мы всякому касательному вектору ставим соответствием в инвалидное векторное поле и берем его в траекторию, выходящую из единицы. И отходим по ней там на... Ну, идем по ней единичное время. Вот. Ну, соответственно... То есть когда я отобразился отчим-то сюда, ну, я бы инвариантные векторные поля не поменял. Вот. Поэтому, если тут иметь такое свойство, как функциональный экспонент, это вот. Как-то наткни. Так что иначе, говорят, при компоненте вот. Где? Нет. 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 Вот, а раз так, то это значит, что если я знаю дифференциал моего представления в единице, то я знаю это представление на какой-то окрестности единицы. Я тогда знаю Пи от любой экспоненты. А то вот так проверить, что связная группа Ли порождается какой-то окрестностью единицы. Ну а действительно, если группа связана, то что можно сказать? То есть вот это утверждение сводится к лемме. Следующая группа Ли порождается любой окрестностью единицы. Ну то есть, любая окрестность у содержащей единицы. Вот, ну как это проверить? Ну действительно, рассмотрим пас-группу, которая порождена окрестностью единиц. Имеем право. Значит, с одной стороны это будет, это будет открытое подножство уже. То есть все, что порождено окрестностью единицы, будет вместе с каждой точкой держать какую-то окрестность этой точки. Потому что я могу всю окрестность единицы умножить на данную точку. Вот. Правильно? Ну а с другой стороны? Любая открытая подгруппа Ли уже, она является и замкнутой подгруппой. Почему? Потому что подгруппа, ну как бы она сама в себя. Не-не, ну открытая подгруппа Ли. Ну знаете, вот такая можно сказать, что... Ну давай в пункт. Доказательство напишем. Доказательство. 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 Уже подгруппа, порожденная вот этим самым. Когда h открыто в G. Вот. Но что мы можем сказать? g является объединением не пересекающихся смежных классов. Правильно? Смежные классы. И каждый из них открыт. Если подгруппа открыта, то каждый из них тоже открыт. Каждый g тоже открыт. Вы знаете, можно как, конечно, g есть объединение а и объединение всех остальных смежных классов. Правильно? Давайте отдельно выделим смежные классы единицы и все остальные смежные. Вот это открыто. И это тоже открыто. Ну вот, значит, сейчас это открыто, значит это замкнуто. Дополнение для всех остальных смежных классов. Сейчас объединение всех остальных смежных классов открыто, значит все, что осталось замкнуто. А с другой стороны h открыто. Поэтому h является одновременно открытой и замкнутой подгруппой. Ну а если группа связана, то такого не бывает. А с другой стороны х это все остальные смежные классы. Следовательно, h и открыто и замкнуто. Ну а так как g связан и а не пускай, то g равна h. То есть вообще связанное многообразие, но это такое, в котором нету одновременно открытого и замкнутого подможности, не попадающего не из пустыни, совсем. Который не разбивается в объединении двух открытых. Вот, то есть поэтому, значит, вот это ключевое наблюдение, которое мы теперь постоянно будем эксплуатировать. То, что представление, связанное группой Ли, однозначно определяется представлением соответствующей алгебры Ли. Эти представления алгебры Ли принялось узнанно. Ну, да, давайте, наверное, на этом все и на сегодня хватит. В следующий раз придется круг. Вот, вот эти раз, наверное, потому что все же временно, уже где-то там совсем... А что в прошлом семействе было вообще? В прошлом семействе было... Ну, были какие-то общие факты из теории представлений, немножко про представление алгебры Ли. Алгебры Ли. А что будет теперь представление алгебры Ли? Алгебры Ли, это представление алгебры Ли СЛ-2 и... И СЛ-3 и ЖЛ-3. Да, и СЛ-3 и СЛ-3, да. Там на примерах, да, на старшем версии... Да, да, да. Ну, вот на очень-таки частных примерах... То есть общей конструкции не было? Ну, общей не было, да, потому что не было, соответственно, аппарата. А тут вот я хочу его, соответственно, как-то разлить. Вот, чтобы можно было в общей теме достать. Я надеюсь, что столкнулся.